Резьянский. Это что вообще значит? Сказки понятны, народные понятны, а резьянский. Это один из самых необычных славянских диалектов. На нем говорят в долине Резия. Вот видите, я кружочком вобвела, овалом. Лежит эта долина Резия за высокими горами, за Альпами, на севере Италии. Сами резьянцы себя славянцами не считают. Они слишком давно перестали со славянцами контактировать. В состав Словении никогда не входили. А Италия это только на руку. Значит, никакого сепаратизма ждать не нужно. Сидят себя тихонько в своей долине и пусть терят. Так что итальянская пропаганда им говорит. Конечно, вы никакие не славянцы. Вы отдельный народ. Ничего общего со славянцами. К сожалению, носителей резьянского диалекта становится все меньше. Сейчас их едва ли тысяча наберется. Вот она, красавица долина Резия. Чем же она знаменита? Своими сказками о животных. Впервые их записал и опубликовал в 1807 и 1806 году российский ученый Будуэнда Куртене. И хотя Срезневский назвал собранные Будуэном сказки и прочий резьянский фольклор научной новинкой, любопытной и для словистов, и для исследователей народной словесности, все-таки публикация была научной, и сказки прошли мимо тех, кого могли бы порадовать. По-настоящему открыл резьянские сказки уже в 20 веке. Словенский этнограф Милку Матичинов. Благодаря ему в Словении резьянские сказки сейчас создаются для детей, в переводе на литературный язык, потому что резьянский диалект не понимает никто, кроме носителей. По сказкам выходят кукольные мультфильмы, ставятся спектакли, в общем, их все обожают. А у нас они по-прежнему неизвестны. Пару лет назад готовился к печати сборник сказок «Триста зайцев» в моем переводе, куда вошли и резьянские сказки из собрания Матичистова, но, сами понимаете, ключевое слово пару лет назад. Я бы хотела прочесть вам три сказки. Резья известна своими сказками про лесу, но я буду оригинальной, и про лесу вы сегодня ничего не услышите. Я буду читать по-славянски, а на экране будет мой перевод на русский язык, и, я надеюсь, это будет не очень мелко. Скакал певец и цитировец при русицах. Это я читаю на славянском литературном языке. По лету, кое было лепо горко, и кое бил час кошня, со русице ходили околи, ин справляли, ин принашали домов. Скакал паси ес само лепо пел, ин поскаковал з рожице на рожице, ин се смеял русицам, како делаю, како справляю за зиму. То их е, кайпа да е зилу русице, да он ужива, мать тем, кои муруют они делати. Косо прихаяли у яму, сопреповедували свої кралици там внутри, ка им прави скакал. Молчите, ин справляйте, я рекла. Боже, пришла зима, ки га ба изучила. Босте видали. Теда је пришло полетје, је пришла јесен, је зачело бити мрзло, ин скакал се је же стискал. Са је бил уже умакнил, ин једал какшне куреничеце, ин как је могил. Потем, ко је пришел цело снег, ин велик мраз, па ни могил ни камор већ. Ин је тако искал, тако искал, кам би се умакнил, а кам. Полети си ни бил приправил, ни хише, ни живиже. Па је шел лепо тркат к русицам. Му је пришла одпред една измедрусец, је рекла. Ка је чеш? Че би ме хотела взети под стреху и ме приживити, кер сам млачен, труден, премражен, все. Добро, је рекла. Не морам одлочити брез наше господинје. Поћакай, бом шла впрашат господинјо, кај бо, рекла. Је пришла внутр, ин је је поедала русици, ки је указује таму јаме. Пойде вен, је рекла. Ин га упрашай, ка је делал полети. Ко је пришла вен, га је упрашала. Чуј, наша господинје там внутр, је рекла, кај си делал полети. Пјел сем, ин скакал з рожици на рожицу. Је шла спет внутр. Теда је рекла русица, ки је указује. Добро, чујте, зима је долга, ме смо ту саме, но бена не зна, не пети, не цитирати. Мо дајале јесни, он нам бо цитирал, им пеў, тако нам бо је дневе мань долги. Лаш је бамо пробіле зиму, ин туди он је ба пристал. Тобо помлад, на игре поспет ја по травах. Ну чео, скажите прелість. Ждёшь совершенно другого финала, архетипич, известного, а тут такая прелість. Вторая сказка, она про кошку, которая собралась замуж за пса. Тоже славянский литературный язык. Это ещё не резьянский диалек. О муциј, ки ја имела взети песка. Енкрат ја бил леп, леп песок. Ја имел цело кодре, како млади фантије. Вешто да ни бил грд, право леп псичек ја бил. Ин мачица ја била ша лепша. Ја имела бел образок, ин ја била како талинаша, ки ја има потем проге навздов, ампак образок ја имела чисто беја, како млеко, како снег. Тодай та пес ја ја змерлом гледаў, се ја залюбив ванјо. Тодай ја рекаў, јо, лепа моја муцица, че ж ти приволи, я сте ја взамам. Добро, закай пане, се бува взела, бува мошинь, жена, како друге, па бува нарадила туди женитке. Усе бува нарадила, ја рекаў, усе му робити, код на правих женитках, туди цитара босе, бува ўсай наплесала на тадан. Тодай ја був весел, бува ја був весел, муце ше боль, тако да ја карпускакувала, і над веселі стресала ноге, код би не біли мене. Инкар напрей, да гда ја бува шев делат папір'я, гда ја бува шев делат папір'я доу на обчино. Добро, я рекаў, си, удлечена, да ме на бож пустила. Ё-го, да гайма тако рада, да га на море ја не тираеша, код га ја ма. Добро, я рекаў, јутри, по јутришнім, бом шев доль, им бом поскушал нарядить папір'я. Тодай јшел. Ко ја пришел тја доль, сё имели другу делу на обчино, сорекле на ја гре назай, и нај приде други дна. Ё-го, я рекаў, гур, праве, муце. Си нарядил папір'я? Ё-й, я рекаў, сэм пришел доль, ја била запалта обчино за зарочене. Сорекле, нај придем јутри. Добро, праве, тодай јутри? Ё-ој, праве, сэме зни тако долго чакати. Добро, ја рекаў, сэй, појдем спэт. Јшел спэт, ја пришел дол, лепо нарядил папир'је, ја все уредо там на обчини, ја било треба леше ити к пороки. Здајста морала пиправити бомбоне и конфете, ин подобне, па месо, ја бодо потребували ин марсалу, ин вермут. Муце је добро ведала, кај ја притиче, со морали усе лепо приправити. Веш, како со приправляли, заскуделице со поставляли орехи околи, ин околи, ин лешники, со мислили дајати вино в лешники. Орехи па найби били зајдила. Ко ја принесај гор папир'ја, ја била весела муце, ин ја скакала по всеј хише. Добро, ја рекај, папир'ј бом схранил, јас. Не, ја рекла, ти не можеш схранити папир'ја. Хелсі мошки, тебе јих легко изгудбил. Јас је бом схранила, ки сам женска. Їх бом лепо, лепо схранила. Взела ја тарай папир'ја, ин пас се је занесеју на муце. Ја взела папир'ја, ин јих несла скрыт. Веш, ти, кам? Но, тісти дан, ко со имели итик пороки, со шли искат папир'ја. Ник јер папирјја. Миши су јих били растргали, да ја остало само некай разцефранних космића. Муце се је заћела руватидлако, гледите, та коле, ин ја прошла дол. Јој мене, протипеску, шој мене! Кај мајаш, кај мајаш? Јој мени, незречници, ја рекла. Кај мам, кај мам, ти би морају видити, кај се изгудило. Кај се изгудило? Јој, ја рекла, сушли јвси папирјји. Кам сушли? Јх лиже скрила? Јој мај прави, јасем јих же скрила, ампак, прави, приди погледат гор. То је велика насрећа. Ја все разтргану, все разцефрану. Но кто јих је порастргал? Миши! Јој мај прави, ти не морају нарадити других папирјјов, там, доле, на раванце. Јаколи гор рокице, наймол, за Божју волю нарадил порочне папирјје, вендар јих нисо хотели нарадити. Сурекле, смоти јих нарадили енкрат, ин здај је задостиг. Теда је пришел гор, кај је нарадил пас. Је хотел напол растргати муцу, ин муцу је заћала јокати. Морате ведети сами је, мияјукала, ин мрняјукала, да мају, ин мрају, ин мрамају, ин мрамају, како је бие пасак. Теда је помислила. Эй, ти сігдај мэни, ам пактуде јас, кунајде миш, сібо запомнила миш да је жива. Ин, видите, здай, пуц гре за мачко, керсобили папирји растыргани, ин мачка гре за миш јо, сэне мораю, видите. Вот такой совершенно банальный финал у этой истории. А последняя сказка, которую я вам прочту, она будет на ризьянском диалекте. И я первый раз читала по-ризьянски. Так что не ждите особой выразительности. Я очень-очень буду стараться. Ризьянский вообще никто не знает, кроме ризьянцев. Вот два человека в Словении его знают, и всё. Это даже не сказка, это такая норвучительная притча для маленьких. Называется «Бог и святой Пётр». А, должна вам сказать, что рядом с ризьянцами в Италии живут ещё фриульцы. Народ, родственный итальянцам, говорит на фриульском языке. Фриульцы не любят. Фриульцы отвечают взаимностью. «Бу, ну сын пьёре». А лора «Бу, ну сын пьёре», то било дошло уже урою на било. А нкото пройшло урою на било, то ёсэ напаяло тана дэн муст. И татана те шпуньде. А лора сын пьёре, а рэкэ, бу, ты у сын пьёрена. Почуй, сын пьёра, кэ я си па стэр, ты си па бую млот. Я па не мурун веќ. Почујвано моё, кэ мэ па палецо бу. А лора, кэ то почујало, а рэкэл. Нэн, тукэ, то рэпа пуздэ. Кэ маа дори веќ, шчэ уро веќео, а н дупо маа тута крэй уро склужа на нозу. А рэкэ, бу, ты у сын пьёрена. Уро веќео на рэва. Кэ тэ уро веќео, я си ён дал ўжэн ліпо азик. Кэ нишчі, а на капи. Кэ кэ уны пройдео ду на било, нэ капио. Мо пройдео тэ та на било уро, нэ на капио. И ты цэ ёсэ ранжэц, сома. Уре урэд ён а рэва, кэ си ён дал дэн ліпо азик. Нишчі а на капи. Ничэ ёсэ ранжэц, сома. А лора фракал темпо, притнику сэнот. Бу, ударил на палеца. Ударил палеца, дозду ле. А на фракал темпо, я сэ прэжэнтел, пэршэл дэн сэныч, и то на било. А лора рэкэл иси. Ута ўсаа сэнычо рэкэл. Чуй, пер плажи. Уздэй на мэ палеца, кэ я сэстэр. Нударила, пэ я не морэн. Иси сэныч, пофэллон, а я рэкал. Чи мэ дэйсэ. Чу буэ. А я рэкал. Ти не дээян, фэш, не кэр. Уздэй на мэ палеца. А рэкал. Спэда. Чи мэ дэйсэ. Иси сэныч. А спэмэй рукаў, дардо трэкат. Бу. Уздэй на мэ палеца, кэ я не морэн. Кэ я сэстэр. Рэкал да. Чи мэ дэйсэ. Пофэрлон. А ло, рабу, рэкал. Я ти не дээян, фэш, не кэр. Анко ти бош прэшэл стэр, тэ я чу ти дэд палецо. Пэркэ ти сэррэкал да. Че мэ дэйсэ. Тэ, кэ ти сэ мэ барэл. И тэ чу ти дэд. Чу ти дэд палецо. Дэ ти на мэй. Ко не боди ударила. Дэ не боди нищи, за тэй я по брэд. Тэ бэу унэнсэнпио иссэ. Кэ па тэбэ нэмэйо рэчэд да. Кэ мэ дэйсо. Алоро. И нэн тэ, кэ сэмэй бэбэээ барэл, и тэ чу ти дэд. Кэ рекурдэйсэ. Кэ на мостэрэмо. Тэ, кэ ти барэ дэн плажэй. Тэ нэмэш умээй мэй мэрэчэд. Дэнэ. Дэн кэээнэ мэрэ. Пэркэ тэ, кэ ти дэйсэрээн. Бу ти овдэла тэбэ. Энтээ дэй то рэймон. Уф! Спасибо огромное, Мария. Это просто было прекрасно. Очень необычно всё это звучало. Там что-то слышалось. Мне, например, и французское, итальянское, что-то такое. Вот. Просто прекрасно. Есть вопрос в чате про резьянский язык. Как он выживает, если так мало носителей? В сказке ведь устная традиция просто записана этнографами. Боюсь, что он не выживает, а он доживает. Там в 76-м году было мощное землетрясение. Два землетрясения с перерывами в полгода. И там было разрушено очень-очень много домов. И большая часть резьянского населения просто уехала. И там сейчас действительно бедственная ситуация с языком. Так, сказки, да, устная традиция. Просто записана этнографами. Но учтите, что у резьянцев есть, и причём давно уже есть, свой литературный микроязык. То есть они сами с усами. Они не полагаются совсем на славянских этнографов. У них выходит своя газета. У них выходит радиопередача раз в неделю. У них выходит календарь. Вот. Это вот календарь газеты у меня дома есть. Ну, я там бывала пару раз. Вот. Но всей этой культурной деятельностью занимаются буквально два человека. Ну, в какой-то степени вот мы видим, как он пока ещё сохраняется, этот язык, да, в частности, вот благодаря тому, что происходит сегодня. А, у нас ещё вопрос. Да. Правда ли муравей будет русица, муравиха? Ну, абсолютно точно на славянском литературном муравей будет мраулиться. А рус – это диалектное слово. Например, есть такая поговорка. Люди ко русу. То есть буквально людей, как муравьёв. Тут это хитро звучит, потому что рус – это ещё и русский национальность. Да, вот я это подумала тоже. Вот. И когда говорят «люди ко русу», это не значит, что их много как русских. Как русских. Это не грубость. Это значит, что ты как муравьёв, Навалом. Открылась новая по поводу русского и муравьёв. Надо подумать эту мысль. Ну, а мы движемся дальше. Мария, спасибо огромное. Спасибо, что вы слышали.